Привет, у микрофонантик, мы продолжаем играть Dawn of Man, это второй эпизод по прохождению на хардкоре, сценарий номер 2, Северные земли. В предыдущем эпизоде мы только-только начали и выбрали себе место для поселения около вот такой речушки. Не самое возможное удачное место, но я думаю, что под прохождение на хардкор и не стоило вообще выбирать самое удачное, оно в любом случае менее удачное, чем в первом сценарии, у нас была куча просто секторов воды в прямом доступе, но тут их гораздо меньше. Ну а то место около озера, которое мы смотрели в предыдущем эпизоде в начале, там уж совсем было нелепо селиться, непонятно зачем его сделали, хотя бы сделали бы одно, чтобы озеро было вдоль берега, можно было селиться, но ладно, это все ерунда на самом деле. Что я думаю? Я думаю, что к нам плывет стая оленей, да. Окей, я думаю, что вот этот берег у нас второй, он вообще полностью юзалос, то есть ничего мы на нем не построим, даже посадки какие-то бесполезны тут планировать, но мосты мы все равно будем туда ставить, потому что придется ходить на охоту, придется за ресурсами ходить, короче говоря. Видимо, наше поселение будет чисто вот на этом берегу, причем, скорее всего, жилые места будут вот в этой области, в этой области, то есть на равнинных местах, но по центру мы что-нибудь типа производства сделаем, производственного сектора. Пока что такие мысли, но как пойдет, у нас, как обычно, все идет не по плану в процессе-то. Ну, как вариант, можно это все дело, конечно, в конце перестраивать, когда ты уже развился до достаточных, так сказать, размеров, когда уже можно себе это позволить, но поначалу как-то тяжко. Я думаю, будет нам... Так, да что, братан, голодный ты ходишь, покушай. Вроде еда у нас в наличии имеется, причем немало. Так, у нас на игре технологию надо изучить. Я думаю, что мы возьмем либо собак, либо религию, потому что кожа мне сейчас особо-то не нужна. Вот собаки могут внезапно пригодиться. То есть у нас в первый час игры, в предыдущем эпизоде, где вообще не было ни одного случая агрессии животных. Это очень странно. Что за хардкор такой, да? Где нам обещали агрессию животных? Часто непонятно, короче. Что-то носороги на нас не нападают, медведи тоже. Все это очень странно. Ну ладно, нам собак сейчас будут подвозить по одной штуке, там по две штуки, возможно. Так что ждем. По поводу палаток, я комментарий к первому эпизоду еще не читал. Всяко там какая-нибудь бомбежка началась по поводу... Ну как не читал, еще просто не опубликован первый эпизод. Вот, ну там всяко бомбежка какая-нибудь начнется. Про строительство палаток. Ладно, как получится, так получится. Ничего не обещаю. Архитектор из меня такой себе. Как вы знаете, главное выжить. Наша задача выжить. Так, что мы сейчас будем делать? Шкура у нас одна. Высушенная. Тут еще одна сушица. Склад у нас уже почти построен. Нужны ветки. Так, тут ветки у меня как обычно кончились. А где у меня еще были ветки-то? Это камни. Тут у нас деревья вырубаются. Тут у нас собираются ягоды. А веток больше нигде не собирается, да? Понятно. Ну, по весне у нас сейчас опять ветки тут опадут. И наполнится. Все это дело. Но мы, конечно, запланируем где-нибудь еще тут. Снова область для сбора. Слушайте, тут не так уж много веток-то осталось. Нет у нас топлива, да. Вот поэтому надо ветки круглый год собирать. Не стоит этим пренебрегать. Хотя сейчас рубка деревьев, в принципе, идет у нас с топоратов всего три. Что у нас, к слову, по лимитам там? Топоры. Топоры 50%, да? Ну, в принципе, неплохо. Давайте 75 сделаем. Чтобы крафтерам было чем заняться. В принципе, камни-то у нас ведь... С камнями-то все хорошо. Что там нужен? Топор, ветка и камень. Так, кремень нужен, кремень. Ну, кушай. Кремень надо бы экономить. У нас тут проблемы большие на этой карте с кремнем. Так что давайте вернем на 50% все-таки. Так, дайте-ка я выясню. Тут везде кремень нужен, да? Ну, без оружия точно никак. Кирка. Кирка, кирка. У нас 50%, да? Чёрт, да. Это спорный момент. Вот у нас кремень вместо добычи. 14 из 15 уже. Ладно, я надеюсь, найдем мы где-нибудь чё кремень в будущем. Пережили зиму очередную. Народа у нас 7 человек. И вместимость 9. Я подумываю, что всё-таки надо охоту возобновлять и строить больше палаток буферных. Скоро уже пойдёт валом народ. Так, ну-ка. Как у нас с копьём-то сейчас? Два человека опять, да? Счёт не очень. Всего два человека с копьями ходят. Вот как в таких условиях охотятся вообще, а? Блин. Ладно, будем, короче, дальше изучать тогда кожу. Делать прощу. Может быть, попроще. А то даже носорога пойти неким убить. Тут нужно 3 человека минимум. А лучше 4, чтоб наверняка. Не меньше. Так, пошли всё-таки кого-нибудь убьём. Жажда крови во мне не дремлет. Вот этих вот оленей будем валить. Тут у нас бизон. Старый знакомый никак не может повзрослеть. Я всё жду, пока он вырастет. Но он никак не хочет расти. Собака такая. Так, тут всё молодые бизоны. Можно на молодого носорога, в принципе, сходить? О, слушайте. Пещерные медведи – это тема. И опасность причём. Внезапно они тут подошли. Или, скорее всего, заспавнились прямо около деревни. Это попахивает атакой животных. Так, а что у нас там? О, опять они, по-моему, у меня сейчас не синхронно будут подходить. А нет, синхронно нормально. Так, давайте, ребята, вброд. Не надо переплывать. Так, что-то у нас носорог. Ну, носорог сбежит, я надеюсь. Вдвоём они его не завалят. Так, костяное копьё, да? Неплохо. Так, не-не-не, давай-ка ты повременишь. Бляха. Увидели как-то всё-таки. Ну вот, хочешь как лучше, а получается. Хрен знает как. Ой-ёй-ёй, на сорок-то побежал куда? Ты чё, братан? Это не твоё стадо. Отпусти. И забудь. Ничего уже не вернуть. Так, чё тут Адульт Фимаэл? Давайте вот этого оленя попробуем грохнуть. Аккуратно. Так, два раза. Отлично, три раза. Он побежал в неудачную сторону. Ну, ничего. Накидали они ему. Неплохо так. Так, ещё Адульт Фимаэл. Давайте пробуем. А, это он побежал куда-то ещё на гору. Чёрт. Мне нужно больше шкур. Вот в чём проблема там. Давай сюда. Пробуем ещё этих грохнуть. Это уже устал. Ладно, нормально. Хардкор 3. Да, обратного пути нет. В очередной раз. Один. Ну, в общем, сейчас мы этот склад достроим и будем уже оставить ещё одну палатку. Я всё-таки вот эту палатку грохну, чтобы перестроить тут всё это дело. Так, у нас вот новый поселение прямо вовремя пришёл. Так, ну-ка. Как я хотел-то? Как-то вот так я хотел, по-моему. Если не ошибаюсь. Да. В линию нормально они входят. Так, а где вход-то? Я правильно вроде поставил. Вроде правильно. Так, чё со вторым-то? Со вторым оленем они... Чё, тут ещё львы? Бляха, а? Так, ребята, вы чё, вы поролись? Вы же оттуда не вернётесь. У него полное здоровье всё ещё. Как вы охотитесь? Я не понимаю. Полное здоровье его оленя. Чёрт. Пошли, короче, разделать вот эту... Эту тушу. Слишком далеко они ушли, я боюсь не вернуться. Так, медведи. Чё вам надо? Ладно, я хотел экшончика. Видимо, экшончик будет. Вот уже склад строится, нормально. О, слушайте, собака уже пришла. Отлично. У собак-то имён нет. Просто док. Просто док. Ну ладно. Пусть будет просто док. Первый склад у нас ещё не заполнен, даже полностью. Ну, они, в принципе, особо разницы не видят. Как я уже говорил, между складами и своими палатками. Да, по поводу вот этого значка. Кто-то мне писал в комментах, типа, надо, наверное, палатки-то отремонтировать. Да. Надо отремонтировать по умолчанию. Они выделены как постоянный ремонт. То есть, как только у поселенцев будет время, они пойдут заниматься ремонтом. Но это отвлекаться отдельно не стоит. В принципе, у нас не было ни одного случая, по-моему, в предыдущем прохождении, чтобы какая-то палатка или здание полностью до нуля испортилось. То есть... Ну, вы поняли, да? Такого не бывает просто. Слушайте, рыбы-то вообще офигеть как много. Можно она больше добывать. Необходимости особо нет. Ладно, оставим пока всё как есть. Сто палок мы добыли. И склад мы достроили. Отлично. Давайте-ка я ещё назначу ещё одну область тогда, чтобы вырубали деревья вот с этой стороны. Уже максимально освободим себе территорию для застройки. Так, дружище мегалосерос, чё-то ты озабрёл куда-то не туда. Нет, только... О, три человека. Серьёзно? Убить его. Там была какая-то ачивка модная. Типа убить сотню мегалосеросов. Так что будем к этому стремиться. Я надеюсь, он всё-таки в воду полезет. Ещё и торговец прибыл. Торговца я до сих пор не знаю, чё отдавать. Может быть, копья? Всё равно у нас не все поселёнцы, в принципе. Эти копья экипируют? Несполезно так-то. Так, дружище, ты слишком далеко убегаешь. Будь спокойнее, на расслабоне. Чёрт, а? Не везёт мне. Просто не везёт. Ну ладно, сейчас они добьют уже, я думаю. Так, дружище. Чё-то можешь нам дать. Может, деревянные копья ему взбадрить. Ради чего? Вот кремень, видимо, придётся мне торговать как раз. В этом там прохождении, да? Ну-ка. Пять. Восемь. Ну, пусть будет так. Веток-то у нас неограниченное количество, так что мы можем просто копья на продажу крафтить. Это, конечно, опять же, загрузка. Большая, но... Так, вы, ребята, где там вообще ходите-то? Как-то поактивнее будьте уже. Можно их, в принципе, вообще... А, нет, если их в правую вести, думаю, он опять их заметит и убежит. Скотина такая. Ну... Всё, поплыл. Поплыл, дружок. Ну, давайте, бросайте уже последний... Блин. Последняя тычка осталась, они тупят. Вот как с ними работать, а? Блин, опять мы... Слишком далеко убежали. Просто невозможно. Что там у него осталось? Последняя тычка. Голодные, уставшие поселенцы. Давайте вот их отправим домой. Нафиг. Они сами догадаются, когда идти. Всё-таки добили его, да? Кто сейчас пойдёт за ним в такую даль? Разделывать-то ты, что ли, пойдёшь? Сейчас на тебя нападут вот эти звери. И конец. Нет, он не хочет идти. У него ножа нет. Блин. Ну да. Ладно, вся эта охота, на самом деле, такое себе занятие. О, волки атакуют. Отлично просто, отлично просто. Тревога. На ребёнка напал волк. Смотри, что творит, а? Это скотина, а? Так, ребят, вы где там ходите-то? Собака пришла на помощь. Там ножом фигачит. Ну, вот не успели. Спасти ребёнка опять. Ну, как опять? Первая гибель. Эх, ну чё, бывает, бывает. Вот он, экшончик. Благо, не медведь. От медведя мы не отбились бы. Без большого количества жертв. Чё он там у него с ягоды? Да. Печальное событие. А чё поделать? Такая игра. Эту палатку может уже не ремонтить. Как бы нафиг тратить шкуру. Давайте её уберём тогда. До зимы-то должно спеть построить. А, да, слушайте, у нас шкур нет, поэтому как бы палатки ремонтировать никто не будет. Надо шкуры добывать. Ну, вот он, в общем-то, хардкор и начался. Может, тут звери как-то быстрее бегают, или они, в принципе, с такой скоростью бегали. В прошлый раз там. Так, ну ладно. Пока волка мы разделали, какие-нибудь какие шкуры есть. Так, молодой песик. Мы же вроде можем уже волков-то приручать, да? Маленьких. Вроде как. В качестве собак. Где-то львы. Кошек мы ещё приручать не умеем. Да и не сумеем. Да, слушайте, у меня ещё кремень собирался где-то тут. Да, тут тоже его немало ещё осталось. Так, что мы изучим дальше? Религию, может быть, чтобы они поохотились поэффективнее. Как вариант, неплохой. Здесь всё-таки уже кожу. Давайте кожу. Так, и у нас, получается, появились таннеры. Давайте пока одного поставим. Поставим опять мы в деревне. Ничего страшного. К запаху наши люди привычные. Тут я не хочу загромождать место. Наверное, костры пойдут потом. Поставлю где-нибудь тут вот, около складов. Недалеко. Ну, примерно так. Пока что. Одного поставим. И надо с дубов собирать вот этот танин. Когда его весной собирать. Или осень, я уже забыл. Так, ну-ка. Танин. Да, дофига его сушки. Ну, пусть пока собирают. В принципе, пока кожу делать я не буду. Пока таннер не построен. В принципе, делать её и не будут. Так что норм. Мне просто нужны ещё шкуры. Вот эти высушенные. В большом количестве на стройку. Так что. С кожей спешить не стоит. Более, на лето это кончается. Шкур, в принципе, есть. Можно строить уже палатку. Давайте-ка, ребята, займитесь. В срочном порядке. Да, по поводу того, что палатки строить. Типа вторым рядом у нас может не хватить места для стен. Так что. Это пока ещё под вопросом. Тут точно можно строить вот. В этой области. Вот тут уже ближе к воде. Возможно, не будем. Всё это опять же позже у нас. Будет ясно. Так, по поводу танина. Я сейчас тут всё опять вырублю. Надо примериться, где можно его ещё собирать. Кроме. Близлижайших мест. Тут, в принципе, его дофига везде. Так что. Проблем не будет, видите. Всё, ладно. Спокойно собираем пока что. Так, окей. Что нас покупаем? Два каменных. Одно. Слушай, давайте-ка мы уже деревянные перестанем делать. Или... Всё-таки на продажу-то надо ведь... Чё там... Иметь. Я подумал, как вариант, может ягоды сбагривать торговца. Но он не всегда приходит в тот момент, когда эти ягоды в наличии есть. Так что непонятно пока. Ладно, пока отменю деревянные копья. Пусть делают кости и камень. Так, группуны, группуны. Костей-то у нас достаточно. Группуны тоже тогда отменим. Чтобы рыбалка была эффективнее. В принципе, нам сейчас... С рыбой-то вообще никаких проблем не предвидится. Отлично. Достроили палатку. Так, мне интересно, к этому оленю-то вообще кто-нибудь пошёл? Чтобы его разделать. И тут его уже... Дикие животные сожрали. Хрен его узнаешь, да? Так, на кого ещё можно поохотиться? Это бизон... А, так, его кто-то убил, что ли? Интересно. Да, его кто-то убил. Интересно. Ну, что у тебя есть? Нет у тебя ножа. Ну-ка, давай пробуем разделать его, пока дикие животные не пришли. Нет, не успели. Не успели. Так, а кто у нас тут ещё бродит? Неплохо. Можно вот на этого бычка пойти поохотиться. Три человека есть. Отлично. Убить. Пока животные не задумали то же самое. Надо брать инициативу в свои руки. О, он даже на нас бежит, слушайте. Оп. Отлично. Хорошо, когда они не убегают. Чуть-чуть, конечно, подранят нашего... Наших ребят, но это ничего страшного. Зато пища всегда будет. Это у нас, значит... Young male, young female. Нет. Рано ещё сюда нападать. Да, видите, у нас залежи металла вообще далеко от деревни. Все как-то слишком... Вот аж здесь. Таж капец сюда пилить-то. С металлом будет не всё так просто, как в предыдущем прохождении. Я уже предвижу. Так, слушайте, вы разгорёте палатку уже сегодня, нет? Сколько можно вас просить-то? Одна шкура. Поскольку у нас на сушке-то ноль. Прекрасно просто. Тут четырешкура аж. Мы получим. В принципе, можно и молодых поубивать. Просто я бы июю, что... Все, кто в стае сидят, они на нас нападут. Всё. Наконец-то. Пришли разбирать. Ну что, на следующую зиму нам хватает, в принципе, провези в очередной раз, да? Ягоды, как обычно, испортятся. Никто их не ест почему-то. Ну и хрен с ними. Не очень-то и хотелось. Главное, есть где жить. Есть одежда. Так, куда нам сейчас шкур-то можно ещё потратить? Ммм, наверное... Ещё одну сразу тогда палатку запланирую. В принципе, зимой им особо... Заняться будет нечем, так что пусть строят. Ну как-то так. Тут у нас будет промежуток, чтобы можно было ходить к воде. Ну и пока наша палатка разбирается, давайте глянем по-быстрому, что там с прогрессом-то у нас. Так, ещё два мегалосероса можно убить, чтобы получить очко от знаний. Да, ещё одну палатку построить. В принципе, сейчас построим. Так, со складами не вариант. Можно костры. Четыре штуки намутить. Так, ну давайте рассмотрим эту перспективу. Шесть веток, два камня. С ветками опять будет напряг. Ну ладно, давайте потихоньку хотя бы начинать уже эти костры делать. Так, хотя бы два. В принципе, можно строить и разбирать, как мне предлагали. Чтобы не тратить особо ресурсы, да? После разбора текостра там вроде что-то должно оставаться, по идее. Но это не точно. Ну вот мы и проверим заодно. Топлива нет. У нас уже два человека занимаются рубкой деревьев, так что... Не стоит это увеличивать количество. Пока норм. Да, и настроение у них сейчас будет ухудшаться из-за перетаскивания брёвен. Им такая работа очень уж не нравится. Надо будет тогда дальше в религию уходить. Поставить хотя бы один тотем. Ну, а про щипы дождут. Опять же, я сейчас пока не могу оценить, насколько нам будет сложно защищаться. Мы дождёмся первого рейда. И там уже будет понятно. По-моему, в третьем эпизоде на нас напали, да? В предыдущем прохождении. То есть, примерно на третьем часу игры. Как будет сейчас, непонятно. Сейчас у нас второй час идёт. Условно. Даже с учётом того, что я там вырезаю моменты. Но там час, час десять, час двадцать, возможно. По времени там. Так, у нас уже таннера построили, да? Дубильщика. Отлично. Сейчас шкуры пойдут. Ну-ка, давайте пока отключим. Потом врубим, когда будет необходимость. Вообще, я хотел палатки, на самом деле, ещё тут вот рядок сделать. Но, что-то, наверное, уже не буду так это делать. Может быть, вот тут вот рядок будет палаток. Как бы вот одна линия, вторая линия. Как-то так. Ну-ка, сейчас примеримся. Тут если вот всё вырубить, то... В теории можно будет строить. Как-то так вот тут, да? Ну, посмотрим. Посмотрим. О, у нас хлеб испортился. Я его покупал. Вот ведь, а. Что за дебилизм? Ну, что вы делаете? У вас слишком много еды, да? Походу, придётся мне еду торговцам отдавать. Не только ягоды, ещё и мясо. Ну, а куда деваться? Население у нас увеличивается сейчас. Немножечко несоразмерно с нашим... С нашим... С нашей добычей и продовольствия. Скажем так. Может, рыбу сократить до одного человека. Так, после палатки осталась в Сайгре шкура. Одна. Сюда уже ресурсы носят. Отлично. И у нас наступает осень. В принципе, на перспективу, если кто-то вдруг придёт, в количестве двух человек, можно приоритет поднять. Давайте поднимем. Мало ли что. Сколько у нас собак общая? Всего лишь одна. Это вроде ещё щенок бродил. Ну, хрен знает, куда он делся. Блин, в общем, сейчас у нас будет большой промежуток времени, где ничего абсолютно не происходит. Так что... Придётся много вырезать. Вот щенок-то. Так, почему у меня копии 14? Всё-таки не думаю, что надо копии-то иметь в количестве типа 100% каждого вида, 125%. Но даже 125% это как бы должно быть 10, а не 14. Интересно. Ну ладно, зато мы можем деревянные продавать. Смело. Раз они так решили производить. Так, пока что одежду делают. А зачем? У нас уже 8 есть. Непонятно. Одежда у нас 100%. В общем, странно. Ладно, оставим это на их совести, пусть сами разбираются. У нас новая ачивка достигнута. Выдержать зиму мы вроде давно уж выдержали. Резистенс. Интересно. Ладно. Будем считать, что прошли. Зато нам дали очки знаний. По-моему, для этого тотема там кожа нужна или что-то типа того. Ща посмотрим. Да, шкуры нужны. Ну, давайте один построим. И желательно бы не в черте города. Точнее, не в черте. Не тут, что ли, поставить? Теперь же стенка будет мешать. Да ладно, в принципе, давайте тут поставим где-нибудь. Что-то кого-то. Нормально. Вот опять у меня ягоды начали портиться. Ну, ничего с таким, видимо, не поделаешь. Наступила зима. Шкуры две штуки у меня есть, высушенные. Так. Изначально шкур нету. Сырых. Надо снова искать добычу какую-нибудь. Блин, носорог все этот маячит. Постоянно. Три человека. Нет, ну вы видите, в принципе, у нас как население очень медленно увеличивается. Так что, не рискую я по-прежнему нападать на этого носорога. У нас закончился кремень. Вот в этой области. Тут была небольшая кучка. И она иссякла. Так, у нас уже рыба начала портиться. Офига себе. Вот этот поворот. Сырая рыба, что ли, нет? Сушеная. Интересное кино. Зажрались наши ребята. Ну, ладно. В принципе, я уже уменьшил количество рыбаков до одного. Меньше-то уж некуда уже. Так. У нас строится костер. Сейчас мы будем проверить. Что там от него остается? Так, разобрать. Мне вот интересно, они это все-таки мясо греют, что ли, чтобы поесть? Сушеное это. На костре. Просто как бы сушеное мясо-то его не жарят, да? По идее, просто в пепел бросают, как картошку, наверное. Получается нечто съедобное. В теории. Я, конечно, сам не пробовал, но... Наверное, так оно и есть. Так, вот, разобрали костер. Да, остаются сушки, ветки, камни. Нормально. Можно так бесконечно все это дело строить. Так, подождите. Да, давайте снова строить. Нам нужно продвигаться по технологиям. Чем быстрее, тем лучше. Враги не дремлют. Хотя, на самом деле, пока что дремлют. Так, у нас тут... Мегалосеросы не затесались случайно. Вроде бы нет. Лучше-то можно вот этого льва грохнуть. Чего он тут ходит? Такие вот стайки-то рядом. Но тут молодые. Так, ну-ка. Двое. Попробуем, что ли. Всякая-то тварюга не будет убегать. У них, наверное, уже копья-то из костей. Да. Белого цвета. Тут у нас каменное копье. Так, ну-ка. Да, они одинаковые, в принципе. По рейтингу-то. Ну, ничего. Нормально. Так, у нас вместимость 12. Еще четверых можем принять. Так, давайте побыстрее тогда. Блин, там уже что-то... Стало много, но это не... Это медведь. Причем молодой медведь. Надо бы молодого, я думаю, забить. Так, часто для очка знаний. Чего-то киску-то. А, нет, она убегает. Блин. Чего это вдруг? Пещерный лев убегает. Нехорошо. Оп. Нормально. Хороший выстрел. Так, ну-ка, где там медведь-то был? Нет, он уже переплывает. Ладно. Оставим его в покое пока что. Отлично. Пятечка в знании. Изучаем мы тогда последнюю технологию и переходим в мезолит. Проща. Для прощи нужна уже вроде как кожа. Да, это вроде бы кожа. По свету-то что-то... Так, стоп. Вроде бы да. По цвету кожа. Окей. Тогда будем ждать. А как кожа появится? Шкуры нужны все еще для палаток, хотя у нас, в принципе, сейчас достаточно. Палаток одежды тоже достаточно. Ну-ка, парочку сделаем. Раз есть у нас свободные ресурсы. И прощу-то уже закажем. По лимитам прощи у нас 50%. Да, 50% нормально. Пусть будет так. О, у нас уже расстроенные ребята появились. Тут я уже оставлю пятый по счету костер. Сейчас мы с него очки знания получим. Так, а можно как-то тебя заставить там? Помолиться пойти или ты... Отдыхать пошел? Ладно, пусть отдыхает. Погреться он пошел. Сейчас мы его поймаем на выходе. Выходи, варгхек. Не хочет выходить. Заснул, наверное. Так, у нас снова торговец пришел, да? Что ты принес-то нам, братуха? Ну, еду мы точно уже покупать не будем. Так. Отдадим тогда... Ягод у меня уже нет. Что там, рыба портилась у нас, да? Еще я собирался деревянные копии отдавать. Шесть. Хочу взамен непонятно брать. Особо ничем мне тут и не надо. Рыбу, что ли, на рыбу менять. Так, ну-ка, давайте вот так сделаем. Пять-три. Ну, эти два батона испортятся и испортятся. Даже один батон получается, да? Ну и хрен с ним. Так, нам кто-то пришел. Так, девять человек. У нас одна палатка еще. Может трех принять. Ну вот, потихонечку растем. Хотя, конечно, животные могут подкорректировать это все дело. Ну и рейды. Сейчас будет очень сложно расти. Что-то мне уже прям чувствуется, как все туго идет. Так, ну-ка. Что у нас там по прогрессу там? Кастеру еще один нужно сделать, да? Блин, если бы две крафтера не нужны были шкуры. Скиндрайер, две штуки можно поставить. Давайте-ка мы тогда сушилку для шкур поставим две штуки. И, если что, разберем. Я думаю, три-то вполне достаточно будет. Куда больше там. Хотя, на перспективу можно и больше. Просто, если ставить как бы распределенное поселение, то надо производство немножечко размазывать по всему поселку будет. Главное, в любом случае, потом можем снести все это дело. Так, раз, два. Вот. Сушилку можно тоже, в принципе, поставить. Десять пяток. Блин, десять пяток это. Серьезно. Но очки нужны. Блин, тут придется вообще капец как ставить много. Тут потом мы снесем. Одну штуку или оставим, или там снесем одну. В общем, пока так. И что я парю в горячку? Давайте вот так вот сделаем. Одну потом просто перестроим. Так, что-то я запутался уже. Костров, то у меня пять штук. Сделали уже? Нет, еще не сделали. Подожди-ка, а что я его? Не запланировал тогда? Странно. Вроде планировал. Все, пятый костер пошел. Ну и вот, мы потом отсюда выберем тогда склад камней, склад дерева. И тут тоже что-нибудь производственное поставим. Два крафтера уж оставим, так пусть стоят. Чем тут? Нормально живется. Амбары тут поставим потом, либо типа муку делать, что-нибудь такое. В общем, время еще есть. Придумаем. Во! Пять костров готово. Оставлять, не оставлять его. Давайте оставим пока. Посмотрим. Так, я жду пока у нас закончится зима, чтобы собирать потихонечку уже танин. Назначим трех человек, чтобы побыстрому насобирали, хотя ладно, двух хватит. И появится у нас первая кожа, надеюсь. Так, шкурта нету ведь уже. Не, не появится тогда. Надо опять пойти кого-нибудь убить. Будет. Я вот подумал, может быть, вот этих львов мелких убить, пока они не выросли. Потом от них могут быть проблемы. Можно попробовать. Так, ну-ка. Что у нас тут на роботу? Два человека с копиями пока что. Три человека с копиями, да. Ну, трех-то на маленького не стоит послать. Давайте одного пошлем. Вот так вот. Так, шифтом не работает тут? Нет, не работает. Все, зиму мы очередную пережили. Я думаю, мы тут в легкую переживем пять лет. Помню, там нужно веху достичь, типа прожить пять лет. И пройдет это даже без, наверное, мезолита первые пять лет. Потому что 15 очков сейчас. Я просто не знаю, откуда их взять. Просто нет никаких идей, потому что с охотой у нас сейчас будет все тяжко. С таким количеством населения. Ладно. Видимо, придется всю мелочь убивать. Просто всех подряд. Будем фигачить. Давай, добивай уже. Блин. Все, убил. Нормально. Пошли. Тут еще какая-то мелочь бегала. Все, нормально. Всех убью, один останусь. Носороги, носороги. Блин, когда же я носорога-то буду убивать? Ну, давайте-ка вот мы этих четырех как раз пошлем. На охоту сейчас. Вот на этого носорога. Только к нему надо подобраться. Аккуратненько. Так, вы где там идете? Очень медленно идут. Просто на носорога нападешь, если в одиночку. А остальные не подойдут к этому времени, то будет больно. Почему у меня только три-то выделено? Блин, у меня же было четыре человека. Чего-то дичь. Вот, четыре человека. Пошли сюда быстрее. Пока носорог не сбежал. Все, отлично. А он сбежал уже на другой берег, нет? Вот он. Хотя вот этого проще, наверное, будет убить. Черт его знает. Пошли, ладно, этого. Он, в принципе, должен нападать на нас, так что. Убегать-то не будет. Ну, что? Ответственный момент. Ребята у нас идут с каменными копьями. Так, я не понял, ты что? О, с прощой. Еще огонь. Ладно. Джереб. Главарь этой банды. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно подкрадываемся. Не спугните. Сейчас мы ему носуем. Убегает скотина. Кто ж ты бежишь-то? Блин. Мы же твои друзья. Не, он, видимо, чует, что нас четверо тут. И сваливает. Ну вот, я тохрел драку. Но все убежать некуда. Оп. Начинается. Пошла-ка неделя. Где остальные двое-то? Алло. Все, он уже раненый. Отлично. Круто. Это наш первый носорог. Всех поздравляю. Все молодцы. Никто особо не пострадал. Так, может быть, на обратной... По обратной дороге кого-нибудь еще зацепите. Нет? Не желаете? Тут далеко до мамонтов. Этот носорог тоже далеко ушел. Ну ладно, что. Хватит пока этого. И к нам пришли ослики, да? А нет, это лошадки. Лушки. Давайте-ка лошадок тоже мы поубиваем. Чисто ради этого. Блин, у нас сейчас охота еще долго будут возвращаться. Чисто, короче, ради очков знаний. Опять же. Можно, как вариант, пометить на охоту, конечно, но... Что-то, я думаю, петли не будут косичить. То есть, по одному идти. Но в одиночку это очень долго. Так, видите, у нас тут тем временем построились уже пять штук скиндрайеров. Это старое сообщение. Главное, еще бы успели его разделать. Я был бы очень рад. Шкур там дофига просто. Можно даже на лошадок забить. Так, что у нас там, 12 уже. Хватит его собирать. Да, быстро они наделали прыщи. Четыре штуки. Давайте тогда прекратим пока что кожу делать. Слушайте, одежду эту тему тоже можно. Любопытно. Давайте тогда все-таки делать. Пусть они кожу тоже надевают. Потихонечку. Это как броня будет. Летом-то. Вот тут у нас разделывают носорога. И все. Ресурсы лежат, портятся теперь. Вот за ними уже подходят потихонечку. Отлично. Вот это я урвал, конечно, кусок. Ну-ка. Где еще один носорог тут был? Свалил, да? Так, это что у нас? Мегалосорос? Нет, это олень. Во! Новый человек родился. Неплохо. Плеса 10. И там дали 3 очка аж знаний. Просто прям круто. А что без одежды ходишь? 25 градусов. Это уж не повод. За лошади пошел. Знаете, кого-то в помощь взять. Один ты ее валить будешь долго. Сейчас мы еще за лошадок получим. Если повезет. Блин. Спалили нас тут. Опять они, наверное, убегут куда-нибудь. Все. Это очень долго. Еще там попытка. Он даже подкрасться не может. О! Тебе мы мелкую убьем, что ли. Мелочь тоже приятно. Давай, добивай. Блин, убежала. Да как убежала, то вот же она тут. Ладно, хрен сын. Не буду его направлять. Так, что там делаешь? Пособирать ягод решил, что ли. С голодухи там. У меня что, область какая-то назначена? Вроде бы я не назначал тут область. Опять. Лошадка сама пришла к нам. Ну, раз пришла, то... Не без суть. Это уже побеги поближе. Все. О, опять у меня волки пошли. Ну, нормально тут на... Чувака с копьем нарвался волк. Непредусмотрительно. Собачка помогла. Здорово, здорово. Ты уже добьешь лошадь сегодня? Нет. Все, наконец-то. Фух. Ну, вот понемногу, потихонечку. Мы накопили уже 10 очков. Осталось всего ничего. Так, здесь мы сушилку должны разобрать. И снова потом построить. Такой вот маразм. Ну, я думаю, мы с крафтерами то же самое сейчас будем делать. То есть, удалим эту штуку. Опять заново построим. Там еще надо 3 штуки. Поставить хижины крафтера. Чтобы получить очко знаний там. Что еще? Что еще можно сделать? Так, крафтер запланирован. Склады слишком дорого. Там по 4 шкуры нужно. На каждый склад. Я, в принципе, если один, опять же, вставить и сносить будет ничем. Танер. Ну-ка. Танер, наверное, будет дороговат. Хотя нет, он, в принципе, дешевый. Давайте-ка танеров все что делать. Вот так вот пока поставим. Ну, и один склад тоже. Хотя они опять сейчас стройкой будут заниматься. Все будут очень занятые. Вроде пока не будем со складом торопиться. Пока разберемся с сушилками и с тонерами. Так, они еще до сих пор это таскают, что ли? С этого носорога резы. Купец. Все у нас шкуры-то просто сейчас уходят на, как раз, на кожу. Ну, сначала на сушилку, потом на кожу. Чтобы делать одежду, уже две штуки есть. Так, по лимитам там вроде 100% у меня было. Вроде бы, да, 100%. Ну, и хорошо. Ну, все у нас, видите, как-то идет размеренно очень. Нигде мы не проседаем. По ощущениям... Ух ты, нифига себе, на срок пришел. Ну, давай только не агрессируй тут. Так, ну-ка, ну-ка, что-то он сюда пришел-то. У нас тут два человека всего с копьем. Вот эти основные силы с копьями у нас далеко от деревни, что очень опасно. Ай-яй. Ну, ладно, собаки, если что, помогут. Может быть, даже потанкуют. Из них, конечно, такие себе танки, но... Ну, кстати говоря, собак резать. В случае чего. Но с них, к сожалению, шкуры не падают. Видимо, это предусмотрено разработчиками. Чтобы не злоупотребляли. С волков-то шкуры падают, и вот собак нет. Скоро придет зима. Давайте-ка мы отменим пока что кожаную одежду. Пока пусть все шкуры идут... На строительство. Я думаю, что придется мне сейчас склад организовать. Еще один, потому что... В очередной раз у нас уже слоты заполняются. Места все меньше и меньше. Так что еще один не помешает. А это не то. Сторейдж тенд. Тут я планировал поставить или вот тут. Ну, приоритет будет вот с этой стороны. Что, слушайте, внезапно куда-то... Вся пища пропала. Вроде только что было нормально. Сейчас пять нет. Так, вот у нас четыре человека. Тут носорога надо еще одного грохнуть, я думаю. Раз уж сам сюда пришел. Может он даже поплывет, что маловероятно. В общем, мясо у нас на этой зиму будет. Сейчас добыто. Просто я так и не увеличил лимит людей на добычу рыбы. Поэтому мы маленечко просили. Ну, в принципе, должно хватить. Я думаю, что все-таки с патчем разрабы подрегулировали как-то рождаемость. Даже до момента, когда у нас поселение достигнет 75 человек. Потому что сейчас все очень туго. И с миграцией, и с рождаемостью. Так, ну что, посмотрим. Ты куда идешь? Тубэнк? Это куда это? В банк собрался. Как в рекламе. Через всякие там озера. Через лес. Про мобильный банк не слышал, нет? Нет, он за рыбой пошел, оказывается. Так, понеслась опять у нас тут. Битва. Нормуль. Все очень быстро и четко. Но складов может не хватить. Хотя они все на сушку сначала отнесут. Так что на сушке, если что, мясо похранится какое-то время. Так, второй склад мы запланировали, да? Ну, можно было, конечно, тут сделать проход. Но я думаю, так сойдет. Если что, можно вообще тут четыре склада поставить. Как бы друг к другу спиной, условно говоря. Так, а то вот у насорога они уже унесли. Да. И к нам пришли мамонты. Слушайте, напрашиваются, прям напрашиваются. Можно в качестве теста, конечно, напасть. На семью мамонтов я еще этого ни разу не делал. Я только на одиноких, по-моему, нападал. А на семью не решался. Может, если в четвером пойти, то они будут убегать. Так вариант. Но я думаю, что два мамонта как минимум будут нападать. Блин, слушайте. На хардкоре как-то не очень хочется, на самом деле, проводить тесты. Пишите в комментах, кто пробовал. Если у кого-то есть доступ к бетям. Так, окей. А что у нас тут-то? Тоже носороги. Раненый маленький носорог. Я думаю, что маленьких носорогов тоже можно вполне себе убивать. Как бы. С них тоже немало падает. Хотя вот мне написано, сколько. С мелких-то конкретно. 10, 15. А тут то же самое написано. Ну ладно. Хрен с ним. Мне пока этого носорога бы съесть. Таннеры у нас уже построились. Разбираем. Вообще, больше двух, я думаю, не стоит их делать. Так, продакшн. У нас, по-моему, тогда на большую деревню-то хватало вполне себе. Несколько таннеров. Две или три штуки. Остальные были построены, но не использовались на постоянной основе. О, мегалосорас пришел. Неплохо. Чисто ради очков. Надо его убивать. Видите, если кто-то убежал, да? С копьями там. Вот они там все. Носорога собирают. Ну, в принципе, по-моему, на охоту, может быть, кто-нибудь заморочится. Как вариант. Я, кстати, тут немножечко невнимательно отнесся вот к этой вещи. Можно нам еще один сделать нож из камня, чтобы получить очко знания. Так, вот еще деревянные копии, да? Три штуки. Надо запоминать. Шесть штук обычных гарпунов. Так. А, слушай, они тут на постоянной основе делаются, но... Шесть копий надо, по-моему... А, три копья, по-моему, там шесть гарпунов. В принципе, ветки-то у нас опять же бесконечные, так что... Чего бы и не поделать. Могу себе позволить. И хижину крафтера опять надо делать. Слушайте, мамонты, так и пруд. Со всех сторон просто. Где они были вот в предыдущий раз, непонятно. Вот еще тут у нас на берегу пасутся. Торговец прибыл. Вообще прикольно, на самом деле, за ними просто вот наблюдать. Довольно-таки надо признать, необычная игра. Хоть и механика знакома, но... Сеттинг радует. Так, что ты можешь нам предложить там? Бревна. Опять же, покупаем кремень. Рыбку игнорим. Так, танин тоже нафиг не нужен. Костей у нас много. Давайте кости уже потихонечку обменивать. Пришел их час. Так, ножи. Что у нас с ножами, мне интересно? Можем их продавать-то? Ммм... Ну, придется тогда взять парочку батонов. Вроде в предыдущий раз батон я взял и его употребили успешно. Так, слушайте, может, кожи пока хватит? Что там собирался делать-то? Я прекратил производство кожаной одежды и оставил шкуры. Просто оставил шкуры. Да я думаю, сейчас шкуры мне будет достаточно. На все хватит. И на стройку, и на одежду. Так что не будем сейчас особо. Так, ну... Пока я все-таки кожаную одежду не буду назначать. Так, вот этого мамонта есть вариант добить. Но... Что скажет мамка? Непонятно. Может расстроиться. Это одинокий или в стае? Непонятно. Торговец, главное, свалил. На земле хлеб оставил. Эти даже не думают его уносить. Уж ну, можно хлеб переработать. А что из него получается? А, его просто удаляют. Понятно. Я думал, какие-то ресурсы останутся от него. Его просто удаляют. И строится у нас третий склад по счету. Место по-любому будет. О, у нас уже от старости начали умирать. Вот я так и думал. Я так и думал, что у меня начнут скорее от старости умирать уже, чем будет пополняться наше поселение новыми людьми. В общем, это и случилось. Да, беда, беда. У нас в итоге прирост... Ну, в принципе, у нас начиналось это все с пяти человек. С пяти человек начиналось. Пришло где-то до одиннадцати, да? Прирост. У нас там еще одного ребенка просто убили. Ну, в общем, не очень все быстро происходит, как вы понимаете. Продолжаю тут пастись. Old female. Adoled female. Две мамки, что ли? Ненормальная семья какая-то. Вот, смотрите. Дед-то умер. Оставил кому-то квартиру. Надо ее ремонтировать. Дополнительные расходы. Так, сейчас мы чекнем про... Вот, уже нормально пошло. Еще три копья надо сделать. И шесть гарпанов по-прежнему, да? Тут еще не скоро все будет. Веток собрать еще нужно очень много. Еще пять бетонов надо послушать. А купленные бетоны считаются? Интересно, наверное, считаются. Ты же все покупал? Точно-точно. Так, с кострами всего. Еще два тайнера и одну сошилку. Сушилка скоро построится. Так. Production. Все, нормально. Вот этот построится, короче, и вот этот. И все. Будет завершен у нас. Оп, нормаль. Так, удаляем тогда отсюда ее. Не очень она тут смотрится. Двадцать восемь мяса. Что-то я переборщил маленечко, да? Ну ладно, ничего страшного. Двух носорогов просто психанул и двух носорогов завалил. С кем не бывает. Так, и копья тоже подтянулись. Неплохо. Ну и все, в принципе, больше деревянных копий мне делать не надо. Они тут и отключены. Можно, в принципе, еще тотемов достроить. О, новое поселение, скруто. Тотемов еще четыре штуки. Но нужны шкуры. Там очень дорого. Но, опять же, можно строить и разбирать. Давайте тут пока будем строить. Есть где пройти-то? Есть. Нормально. Так. Можно по два. Так, нет, стоп. Я хотел палки строить, не тотемы ведь. Ммм. Давайте тут поставим пока что. О, беда, беда. Вот пришел один человек, у нас как раз одежды нет. Внезапно. Тогда гарпаны придется отменять сейчас. Срочно надо одежду построить. Так, давай-ка ты, чувак, побыстрее. Нет, бежать он не хочет. Место есть, место есть. Отлично. Мне еще не хватало сейчас от гипотермии кого-то потереть. Ну, будет уж очень неприятно. Так, а ты-то что страдаешь? Я не понял. Теперь все хорошо. То ли он в этой сидит, то ли нет. Ни хрена не погрелся, вышел. Ебил. Еще раздохнешь. Ого, нормально. Сейчас нужен глаз да глаз за ними, чтобы никто не помер. Вообще, каждого надо беречь. Это в предыдущем прохождении можно было, в принципе, не заботиться. А тут прям ощущается, как сложно наращивать население там. Так, да это я все знаю, о чем вы мне рассказываете. Уже семь штук. Что-то изнашивается быстро одежда, слушайте. Опасно, опасно. А шкуры нету, что ли? Вроде есть шкуры. Черт побери. Так, я могу остаться вообще без всего. Ахрен-то, все отменяем. Оставляем только одежду. Потом эти группаны доделаем, к черту. Так, кто еще мерзнет? Сразу признавайтесь, кто мерзнет. Так, да что у нас медведи пришли? Этого можно было бы увольнуть, если бы не зима. Блин, расстроенный ходит, блин. Ну-ка, что у нас там? Один человек с копьем, два человека с копьем. Так, по хпшке у него не так все хорошо. В принципе, вдвоем мы не справились бы, но один расстроенный, другой голодный. Сейчас, я думаю, не время. Охоту на медведей. Успеем еще. Как-нибудь в другой раз. Во. О, одежда снова есть. Так, пять штук вроде там надо. Четыре штуки надо. Ну что, крафт-карда строили? Разбирайте. Вот так и живем. Собираем, разбираем. В общем, у нас весело. Приезжайте к нам пожить, погостить. Тем временем, зима почти закончилась. У нас уже 14 очков знаний. Осталось буквально одно очко. И мы перейдем в мезолит. Это круто. Ну что ж, на этом можно эпизод, я думаю, и закончить. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждете продолжения по этой игре на канале. Ну а с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok